Познакомиться подробно с деятельностью управляющей компании, которая обслуживает ваш дом, узнать о действующих тарифах на коммунальные услуги теперь можно на интернет-портале жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. О том, как правильно разместить и получить информацию на портале, рассказывали на семинаре для представителей управляющих компаний ТСЖ ЖСК региона, который прошел в столице Поморья. Подробности в видеоматериале наших архангельских коллег. С начала этого года обнародовать отчеты по своей хозяйственной деятельности в интернете стало обязательным условием работы не только для управляющих компаний, но и для руководителей ЖСК и ТСЖ. Виртуальную площадку бесплатно обеспечивает правительство области. В соответствии с федеральным законодательством все управляющие компании и ТСЖ нашей области обязаны раскрывать свою информацию о деятельности по управлению домами. Теперь для этого им не нужно тратить свои силы и денежные средства для создания собственного сайта. Специально для этого создан портал ЖКХ Архангельской области. Большинство управляющих компаний и ТСЖ региона уже зарегистрированы на этом государственном информационном ресурсе и регулярно размещают на нем материалы. Однако у тех, кто лишь недавно присоединился к этой системе, множество вопросов. Именно на них и отвечают на таких семинарах представители портала и специалисты государственной жилищной инспекции. Поучиться новым технологиям в сфере ЖКХ на сей раз собрались около 30 участников из Архангельска, а также Приморского и Плесецкого районов области. Жильцам это будет очень удобно. Они лишний раз не будут звонить мне. Если им нужно будет, они зайдут на сайт портала, посмотрят там всю информацию о том, какие у нас производились работы, какие планируются работы, какие были произведены расходы по содержанию дома. На сайте ЖКХ Архангельской области каждый желающий, пройдя минутную процедуру регистрации, может не только отследить, куда уходят деньги при управлении его многоквартирным домом, но и задать вопросы специалистам. Здесь же можно ознакомиться с нормативной базой, а также скачать бланки необходимых документов.